ВОЙНОЕ КОЛЕЦ ВОЙНОЕ КОЛЕЦ ВОЙНОЕ КОЛЕЦ ВОЙНОЕ КОЛЕЦ ВОЙНОЕ КОЛЕЦ и Севера, следопыты, которые представлены во власти линии колец серым отрядом и его предводителем Арагорном, восходящим в итоге на престол Гондора. В самом Гондоре, в ходе войн с восточными кощевниками и возникшем после падения Ангмара под властью короля Чародея и других назбов Мордора, исчезает с престола королевская династия, ее сменяет власть наместников. На севере, где живут эльфы и гномы, схожая ситуация. Пало могучее государство гномов в Казадуме. Это место называется море и во власти линии колец. Гномы его покинули, ушли в Железные холмы, Серые горы и на Одинокую гору. Это связано уже с последующими событиями повести Хоббит. А их соседи, парианские эльфы, в большинстве своем покинули Средиземье страха перед темными силами, захватившими морею и лишились своего короля. Там подтвердилась власть владык и принадлежащих племени лесных эльфов, а из высших эльфов Запада Желодриэлью и Келеборном. Была своего рода та же ситуация, что и в Гондаре власть королевская сменила властью владык. Все это требовало определенной легитимации, с одной стороны, и, с другой стороны, создало ситуацию, которая затем уже разрешается в романе. Ну и, конечно, для нас очень важная ситуация предшествующая. Властелин Дугалец последние три столетия Третьей эпохи. Ну, они открываются конфликтом между королевством садников Рохом и его западными соседями, горцами Дугалда. В романе они выступают под Властелин Дугалец, они вновь вступают в войну, на этот раз под предпочтительством колдуна Сарумана. Разражается война долгой зимы, которую втянуты и Роха, и Дугалд, и восточные кочевники, и Гондар, и Корсары из Гумбара. Для Гондара и Рохана это были очень тяжелые времена. Дунганский бой даже утвердился на Роханском престоле в Дарасе. Но Хельмово при главной верыщей Роханцев в ту эпоху им по Властелине Колец выстоял, выстоял и Гондар, и долгая зима завершилась, неприятели были отброшены. Вслед за этим разворачивается война на севере, вокруг Одинокой горы, захваченной дракона. Гномы вновь теряют свое королевство, теряют свой дом жителей города Дейл у его подножья, подножья Одинокой горы. Вслед за этим разворачивается война гномов с орками, которой идет глистая гора. Начало им положило убийство короля гномов Трора, изгнанного из Одинокой горы. Орки потерпели поражение, пытались укрыться в Белую гору на юге, но с ними вступили в войну всадники Рохана и разгромили их наголо. После чего, видимо, это мы можем только предположить, остатки орков перешли под власть Сарумана. И так, в общем-то, сложилась ситуация опять-таки властелина колец. Гондар ведет очередную войну с Нараном, с южными кочевниками. Их, кстати говоря, было не так уж и много, всего-то три. В ней участвуют ираханские всадники. Разворачивается война с Убаром, который принимает участие под именем Тарангила, будущий король Гондара, будущий известный нам во властелине колец под именем Арагорн. Наступает вторая долгая зима, в результате которой исчезает последний оплот цивилизации на западе Средиземья, город Тарбот, его смыло наводнениями. Ну, Хабитании тоже пришлось в этот период туго. Это уже во время жизни некоторых героев властелина колец, в том числе Хабита Бильба. 1941 год, битва пяти войск, гибель дракона, возвращение Одинокой горы, города Дейл и падение Дулгу, дурацитадели, назвулах в Лихолесе. Успех сил Светлого Совета. Ну и непосредственно предшествующее событие, очередная попытка гномов вернуть себе Казадум, поход Балина до 1989 года. И события конца третьей эпохи, 2018-2019 годы, это, собственно, война кольца, о которой и рассказывается в романе. Ну вот это что касается хронологии истории Средиземья, о которой необходимо было напомнить, прежде чем обратиться непосредственно к образам этого романа. Образам очень многоградным. Вы говорили про Дулгуту, вот я немного не понимала, что я считала, что, какие именно темные силы были в Дулгуту? Ну именно кто там главный? Ну это было оставлено за кадром, Дулгуту связан в первую очередь с Назгулами. Ну, собственно говоря, подробности в одном из произведений Толгина, включая, ну такие, скажем, дополнительные что ли черновые вещи, например, как поход на аэробор, который дублирует от части Хоббита и как бы мостик прокладывает между ним и Властелином колец, это своего рода утраченная глава Властелина колец, где действие происходит уже после всех событий, и Гэндальф рассказывает о предшествии, предыстории ситуации. Там у Дулгуту опять-таки мало что сказано. Вот мы, опять забыл я посмотреть автора, это у нас Эдельфельда, иллюстрации германского художника, к Властелину колец. Вот мы будем параллельно смотреть и обращаться, собственно говоря, к образам романа. Ну, среди героев Властелина колец, конечно, особую роль играют Хоббиты, его главные персонажи, особенно Хоббиты Фродо и Сэм. Можно их назвать главными героями, по крайней мере, основной сюжетной линии романа. В другой сюжетной линии Арагорн и Гэндальф играют соответствующие роли. Фродо – это персонаж-медиатор, это, скажем так, своего рода глаза автора, взгляд на происходящее, описание местности, пейзажи. Все это проходит перед нами, там, где мы встречаемся с походом хранителей, именно через этот образ, именно через его собственный взгляд. Что из себя представляет Фродо? Ну, это своего рода преемник Хоббита Бильбо из повести «Хоббит», но, скажем так, образ совершенно иной психологической и сюжетной нагрузки. Посмотрим иллюстрации Роджера Гарланда, английского художника. Фродо – это образ, безусловно, позитивный, но вызывающий определенные вопросы у читателя, особенно у читателя современного профессора. Очень много читателей, точнее, значительное число писем, адресованных Толкину, было связано именно с финальной сценой, в которой Фродо, оказывается, не способным уничтожить кольцо власти. И тут встает вопрос, насколько этот персонаж положительный. Ну и сразу же возникает ситуация, а почему, собственно говоря, и что, собственно говоря, представляет из себя его роль в произведении. Есть такой электронный журнал «Вестник Арды». Ну, это журнал, посвященный Толкиновской проблематике. И в нем была любопытная статья, очень подробно разбирающая образ Фродо. Эта статья называется «Отражение». Ну, я не могу, конечно, полностью пересказывать всю эту статью. Она довольно-таки обширно разбирает все аспекты этого образа, актора ее Алиса Лапина. И остановлюсь только на проблеме вот этого финального эпизода, к которому все и подходит. Фродо – это, ну, будем называть его человеком, чтобы нам было привычно, человек, безусловно, очень хороший, культурный, интеллигентный, воспитанный, которому приходится взаимодействовать не просто с какими-то бытовыми, житейскими проблемами, делать какой-то житейский выбор, которому приходится противостоять абсолютному злу. Именно существование абсолютного зла, зла как объективной реальности и добра как объективной реальности – это специфика творчества Толкина, специфика его мировосприятия, специфика ценная для нас в наше время, в нашем мире в частности. Именно та идея, что даже самому хорошему человеку не под силу противостоять злу в Абсолюте, потому что все люди, как говорится, смертны, все люди в той или иной степени грешны, эта идея Толкина присутствует. Поэтому он не дает такого классического хэппи-энда, не дает нам в образе Хоббита Супермена. Вот мы посмотрим сейчас немецкого художника Йенсена, его вариант видения Средиземья. И персонажей Властелина колец. Хоббит, собственно говоря, Фродо, в частности, далек от героичности. Если Бильба, о чем мы уже не раз говорили здесь, представляет нам образ, в чем-то напоминающий военную биографию самого Толкина, военную биографию Первой мировой, такой герой по неволе, который в силу обстоятельств, в силу стремления сохранить, точнее создать о себе доброе мнение, попадает в переделку, и тут уже вынужден вести себя и мужественно, и зачастую даже и героически. Фродо тоже, в общем-то, не выбирает своего пути, своего пути противостояния абсолютному злу. Но здесь мы тоже видим реальную уже для нас историческую параллель. Люди 30-40-х годов, а именно в это время, начал создаваться Властелин колец, время, когда выходит на арену и занимает лидирующие позиции, в Европе фашизм, собственно, и противостояли абсолютному злу фашизму, в этом его качестве. И противостояние это завершилось победоносно только в силу единения всех общественных сил, всех людей доброй воли. Надо сказать, что путь этот был, как известно, сложным. В 30-е годы, несмотря на усилия народных фронтов, это оказалось недостижимым, и только в ходе Второй мировой войны стало возможным неспровергнуть эту силу. То же самое мы видим во Властелине колец. Фродо, безусловно, интересен как личность, безусловно, интересен его путь постижения добра и постижения зла, его путь носителя кольца. В сущности, само название романа «Властелин колец», о чем оно нам говорит? Кто, собственно говоря, «Властелин колец»? Это создатель кольца Всевластия Саурон, но, собственно говоря, его мы не встречаем на страницах романа. Это отвлеченный образ, хотя, скажем, в других произведениях Тулкина Саурон иногда присутствует, как действующее лицо, например, в Сильмареоне, или в Акалабет. Властелин кольца в данной ситуации – это именно Фродо, потому что он хранитель. Кольца первый среди хранителей. И один из хоббитов, Пеппин, даже произносит здравицу, здравствует Фродо, властелин кольца, но его тут же одергивают, что у кольца не может быть иного властилина, кроме его создателя. И это злая сила. Вот мы посмотрим иллюстрации Кирка Тима. Как же Фродо связан с этой силой? Он становится хранителем поневоле, он становится хранителем наследия своего дяди. Ну, опять мы здесь видим такую своеобразную параллель моста между событиями Первой и Второй мировых войн. Вот это поиски приключений, поиски славы. Бильбо в первой эпохе, Бильбо, точнее, в хоббите, и Первой мировой войны в исторической реальности приводят в итоге к катастрофе Второй мировой войны. К ее завязке, к завязке этой трагедии, этих катастрофических для Европы событий, этого рубежа, на который Европа была поставлена. Ну, то же самое Фродо приходится как-то разбираться с наследием своего дяди, который оказывается отнюдь не невинной безделушкой, а той точкой, на которую завязаны основные конфликты мироздания в тот период. В общем-то, основным соблазном для живущих. В своем пути он многое приобретает. Он приобретает представление о долге хранителя добра. Здесь особо важен разговор между Фродо и Гэндальфом в море, где речь идет о судьбе Горлума, который был пощажен в свое время Бильбо, и это стало одним из основных моментов, сложивших впоследствии ситуацию «Властелина колец», в которой Горлум играет свою роль. Вот Папахиан Эйб, канадский, автор у него такие своеобразные иллюстрации, мы сейчас их тоже посмотрим. И говоря о Фродо, Фродо, надо сказать о том, что именно статус хранителя кольца и в известной степени властелина придает ему особый акцент, придает особый акцент этому персонажу. Обладание кольцом не проходит для него бесследно. Он действительно приобщается к власти. К власти над сущим и в первую очередь над темными силами. Он становится своеобразным, не то чтобы повелителем темных сил, но приобретает над ними очередную власть и уже с этой властью, с этим своим состоянием в итоге разделаться не может. В одной из финальных глав о нем сказаны интересные вещи. Он стал недоступен жалости. Это не в том смысле, что он становится жестоким или злобным существом. Речь идет о том, что такие понятия, как жалость, добро, надежда, которые остаются естественными для его товарища Сэма, в общем-то не подверженного в такой степени влиянию кольца, для Фруда утрачены. Он идет своим путем исключительно из чувства долга, чувства долга перед своими друзьями, перед своим народом, чем, скажем так, направляемой надеждой. Он отрешается от всего доброго в этом мире и помощи извне он не получает. Он изолирован вот этим самым кольцом власти. Это очень интересный и очень трагический момент. Это основная рана, которая наносится Фруда. Он получает целый ряд ран физических и от кинжала короля Чародея, и от паучьей Хешелок. Но вот это наследие кольца, оно в него впитывается. И позднее, когда уже после победы над темными силами Фруда встречается с Саруманом, а по сути дела, если говорить об образах Властелина колец, это главный антагонист. Саурона как образа у нас нет, персонализированного. У нас есть Саруман, главный носитель зла в романе. То Саруман говорит ему, ты очень вырос, невысокий. Это как раз и подразумевает то, что определенная власть над силами зла, постижение зла здесь присутствует. Вот сцена расправы над Саруманом. Это финал Властелина колец. Но этот сюжет, к сожалению, не вошел в фильм, а на мой взгляд, один из самых интересных. Когда восставшие хоббиты избавляются от власти Сарумана, фактически установившего в их стране фашистский режим. Но это главная антифашистская глава Властелина колец, сверненная в хоббитане. И несмотря на победу над его воинством, Саруман, хоть и лишенный гендерфомагической власти, со своими способностями убеждать, наводить страх, он представляет реальную опасность для хоббитов. Он так или иначе все-таки мог бы даже удержаться у власти, сохранить влияние и, по крайней мере, уйти, не потеряв лица, что называется. Но тут появляется Фродо. Фродо, который не участвует в схватке с приспешниками Сарумана. Он отрешается от всякого участия в войне, поскольку для хоббитания эта война в известном смысле и гражданская тоже. Но вот это наследие кольца, вот эта власть, в нем сохраняется. И именно он, даже буквально не говоря при этом много громких слов, заставляет Сарумана покинуть хоббитание. И, с другой стороны, вот это наследие кольца не дает ему спокойно жить и завершить властелин колец так, как завершаются все сказки, жили они мирно и счастливо до конца своих дней. Вот этих самых мирных дней во властелине кольца для Фродо нет. С завершением Третьей Эпохи, с уничтожением кольца власти, с избавлением мира от его главного соблазна, его должны покинуть и те, кто был с этим соблазном связан. Кто его, может быть, и преодолел, преодолел для всех, но сохранил его след в себе. И Фродо, так же, как Бильбо, так же, как владыки эльфийских колец Гэндальф и Галадриэль, вынуждены покинуть Средиземье. Вынуждены покинуть Средиземье и отправиться на запад в волшебные земли, в такой, ну, уже даже и не земной, а вне земной рай своеобразный, где силы добра господствуют безраздельно, куда нет доступа соблазну. Ну, сейчас мы посмотрим Питера Прайса, иллюстрации, и поговорим о соратниках Фродо, о Сэме в первую очередь. Сэм, это, как я уже говорил в прошлый раз, это такой образ пролетария. Среди хоббитов три сословия фактически существуют, сквайры, фермеры и вот такой вот пролетария, который представлен Сэмом. Бытует мнение, которое, в общем-то, подтверждается словами самого Толкина, что Сэм – это образ рядовых солдат Первой мировой войны. Но, на мой взгляд, Толкин здесь немножечко хитрил, потому что Сэм, вот он, кстати, говорят здесь у нас в центре, иллюстрации, которую мы видели, это резонер. Если Фродо – это медиатор, это глаза автора, то Сэм – это персонаж, который своей речью высказывает позицию автора. В общем-то, это рупор автора. Ну и в ключевые моменты Сэм явно играет эту роль. Ну, например, когда Лориэнни говорит о том, что эльфы нам не помощники, если вы понимаете, о чем я. Эльфы, ну, об этом я уже говорил неоднократно, это образ цивилизации, история, которая пришла к концу, история цивилизации, которая не устояла перед соблазном, соблазном прибегнуть к запретным силам, прибегнуть во имя красоты, а не во имя добра и справедливости. И этот соблазн погубил эльфов. Причем, третья эпоха – это время, когда эльфы уже фактически сошли с большой политической карты Средиземья. И вот тут они, впервые, по сути дела, после войны последнего союза завершившей, вторую эпоху вновь выходят на арену, чтобы сказать свое последнее слово и уйти, покинув Средиземье с гордо поднятой головой, уйти уже окончательно и навсегда, ставив мир смертным. Сэм – самый реалистический образ, и это, видимо, связано именно с тем, что он тесно связан с образом самого автора, самого профессора. Ну и ему достается все-таки право жить, окончив свои приключения, мирно и счастливо. Потому что это образ, хотя и индивидуализированный, индивидуализированный и связанный с автором очень тесными узами, но все-таки образ собирательный. Опять-таки мы возвращаемся к идее Толкина, его уверением, что образ Сэма связан с рядовыми Первой мировой солдатской массой, с которой Толкину пришлось иметь дело на фронте. Может быть, единственный раз в жизни он так тесно соприкасался с народными массами, хотя, в общем-то, сам он был из весьма и весьма небогатых слоев и жил, в общем-то, детство его прошло в рабочих кварталах. Ну, образ Бильба, о котором я уже говорил несколько слов, о «Властелине колец» остается практически за кадром. Это еще один из хоббитов. Ну, мы о нем говорили раньше. Что касается спутников Фродо и Сэма, Пиппина и Мэри, то во время написания романа эти образы, так же как образы других спутников, в том числе и Арагорна, многократно подвергались переделке, менялись имена, менялись сюжетные коллизии. Эти образы технически в романе служат для обеспечения связи между сюжетными линиями. Они, безусловно, по-своему, интересны и оригинальны. Но мы лучше перейдем к образу Арагорна, второму главному действующему лицу романа. Если мы вспомним карту Средиземья, с которой мы начинали, вот пресловутая карта Сварзаца, северо-западных земель, земель Арнорского королевства, то, анализируя вот эту историю с географией, можно сказать, что в них была отражена определенная эпическая традиция. Вот этот северо-запад, где, собственно говоря, расположены их обитания, земли наиболее ярко описанные Тулкином, это воплощение Англии. Три карновских княжества, это Рудаур, Артедайн и Каргалан, ну, в конце третьей эпохи, эта земля называлась Мехериатом, это Логрия, Камрия, Альбания, ну, легендарное государство времен короля Артура. Ну, а, собственно, следопыты, наследники государственной традиции, это странствующие рыцари круглого стола. И, собственно говоря, Арагорм в какой-то степени эту артурианскую традицию представляет. Случайно капитания, представляющие Англию уже в какой-то степени нового времени, Англию традиционную, Англию сельскую, противостоящую негативным тенденциям прогресса, вот в лице хотя бы того же Сарумана и его приспешников, тоже непосредственно относятся к этой территории. Вот здесь прокладывается такой вот мостик между временами. Одна из главных черт и задач Властелина колец, именно сохранение моста между эпич... созданием, в какой-то степени даже, созданием моста между эпической и современной культурными традициями. Ну и здесь она проступает наглядно. Сразу же скажу о том, что Гондар, здесь иное, Гондар представляет Европу континентальную. Надо сказать, есть довольно любопытные исследования на тему соотнесения широт Средиземья и реалий. Толкиен сам, в общем-то, начал этот разговор Гондар в минастинице, столице Гондар, времен Бойный колец, находится на широке Флоренции и путешествуя по Италии, как-то толкиен описал оттуда, что находится в Гондаре. То есть это европейская имперская традиция, восходящая от Рим, с которой, естественно, английская история тоже связана. Ну, культуру в Англию принесли, как известно. Римляне, по крайней мере, так считалось в Англии 20 века. Поэтому Толкиен начинал. Как классицисты, конечно, прежде чем специализироваться на германских языках, ты, конечно, этой традиции тоже был привязан. Поэтому вот именно Северо-Запад, Эриадор и связаны с Англией. Так же, как в определенной степени Герохан, между Эриадором и Гондаром, находящийся в языковом отношении, это Англосаксов, в частности, Королевство Мерсия, в историке географическом, скорее, Готы, то есть германские соседи Рима, которые исторически сокрушили Рим, ну, а в данном случае обеспечили Гондар спасение. Вот такие вот историко-географические параллели здесь намечаются, но они намного и открывают и в связи с персонажами Романа. Итак, образ Арагорна, образ странствующего рыцаря, который становится королем. Мы посмотрим иллюстрации Дэвида и Джона Виата. Такие очень любопытные, на мой взгляд, с элементами. Орнаментарики интересные. Арагорн – персонаж, который изменяется на страницах Романа очень сильно. В общем-то, изменения происходят и с Фродо, и с Сэмом, и с другими их спутниками, и с Гэндальхом. Но Арагорн из некоего подобия Робин Гуда в момент своего появления, ну, хоббиты даже отнеслись к нему настороженно, появляется он вообще как персонаж, в части даже негативный, вызывающий подозрения, превращается в короля блистающих доспехов и золотой корони. Вот такие вот любопытные метаморфозы. при этом сам образ Арагорна остается как бы в тени. Непосредственного контакта с читателем, такого как у Фродо и Сэма, медиатора и Лизонера, у него нет. Это определенная тайна. Тайна, окружающая образ классического эпического героя, короля волею судьбы всевластной и в конечном итоге волею народа, который имеет королевский потенциал, но реализует его, совершая подвиг, спасительный для страны, ну и в данном случае для целого мира. Арагорн преодолевает целый ряд ступеней на своем пути. Ему приходится и охранять хоббитов на пути в Ревенделл, и участвовать в Светлом Совете, и возглавлять отряд после гибели Гэндальфа, ну как оказалось в последствии мнимой, потому что мага истари так легко не уничтожить, но так или иначе он приводит хоббитов в Ларен и там получает благословение Галадриэль. Он решает судьбу отряда в момент его распада в конце первой книги и так или иначе становится на путь военачальника. Участвует в битве у Хельмовой крепи и возглавляет серый отряд, то есть отряд летопытов, странствующих рыцарей, которые приходят на помощь своему предводителю после этого сражения. Ну, в фильме их заменяет отряд эльфов, ну, значит, такая есть определенная замена. Ну и его пришествие в Гондар, где он, который он фактически спасает в Пеленорской битве и затем, как предводитель Гондарского войска, ну, тут у нас целый ряд фотографий разных английских авторов, мы сейчас их посмотрим, возглавляет это войско в походе в Мордор и затем восходит на Гондарский престол. Мы видим его и в образе целителя, и в образе военачальника, и в образе друга, помогающего своим друзьям, в образе человека, который берет на себя ответственность за судьбу отряда, за судьбу войска, за судьбу целой страны и народа. Но то, что Аракорн как бы отделен от читателя вот этой вот завесой, символической завесой окружающей эпического героя, все-таки не делает его таким близким, как Фродо и Сэн. Но есть целый ряд моментов, где все-таки черты его личности проступают особенно ярко. Ну, это, например, связано с образом Элвин. И в эпизодах в Рохане и в эпизодах в Минастерите после Пеленорской битвы, где Арагорн в палатах исцеления помогает Элвин и Фарамир. И, говоря об Арагорне, нельзя не сказать о Гэндальфе. В сущности, четыре персонажа образуют здесь такой квартет главных героев. Ну, квартеты художественной литературе вообще явление достаточно распространенное. Достаточно вспомнить тех же мушкетеров. Можно привести множество примеров. Это четыре темперамента хорошо нам известных. Вот во Властелине коллекса у нас есть четыре темперамента у Хоббитов. Но по большому счету из Хоббитов Фродо и Сэм главные герои. Пин и Мэри выходят на первый план в ряде эпизодов. Но вот образы Арагорна и Гэндальфа это главные образы второй сюжетной линии. Собственно говоря, Гэндальф это образ возвышающийся над другими. Он более открыт, чем Арагорн. В этом он приближается к образу Фродо. Он такой же лизонер, как и Сэм. Он в значительной степени медиатор, потому что он дает пояснение о событиях происходящих. Мы видим многие из этих событий, особенно закадровые события. Перед нами целая война. Мы не можем буквально при всех событиях присутствовать. Мы видим их его глазами. Здесь он опять-таки выступает в роли медиатора. То есть персонаж сложный и полифункциональный. Более того, он связует сюжет «Властелина колец» с предшествующими событиями и подводит итоги всем этим событиям. «Я был врагом Саурона», говорит он в финале, и объясняет, что именно поэтому он покидает Средиземье. Он взял на себя ответственность противостоять темным силам третьей эпохи. Сейчас мы посмотрим картинки европейских художников различных. Кто такие маги истории? О них мы упоминали уже неоднократно. Они прибыли в Средиземье около тысячного года первой эпохи и к тому моменту, когда Гондар достиг своего могущества, когда в общем-то только начиналась складываться ситуация, приведшая к ангмарским войнам и распаду Арнорского королевства, падению его княжеств впоследствии. Вышли они на непосредственную арену историческую только во второй половине третьей эпохи в 2463 году, когда был создан Первый Светлый Совет. Завершилась эпоха бдительного мира, последовавшая за первым трехсотлетним периодом, о котором я говорил, замыкавшим на полу воин Ирраздоров. И ответственность за судьбу мира взяли на себя мудрые, взяли на себя вожди эльфов, в первую очередь, Галадрель, и маги Вендольф, Саруман, Радагаст. Ну, собственно говоря, в Светлом Совете были представлены и другие народы, но уже эпизодически, разумеется, поскольку они были смертными, если говорить о людях и гномах. А вот Элрунд и Галадриэль и трое из пяти магов, ну, о синих магах я уже говорил, о них существуют разные, противоречивые свинья, даже в записках самого Толкиена, и по-разному называются даже их имена. Вот они взялись хоронить мир и спокойствие Средиземья, противостоять темным силам, для чего, собственно говоря, они и были присланы в Запад. Дело в том, что в третью эпоху владыки мира, Валар, уже не способны были принимать активное участие в жизни мира. Катастрофа второй эпохи, когда люди в лице номерцев восстали, испытав на себе тот же самый соблазн, что и до того эльфы, и бросив вызов высшим силам, объявили им войну, и тем изменили лицо мира, вынудили Валар отречься от власти над ним. Хотя, собственно говоря, конфликт, хоть и весьма жестким образом был снят, завершился войной последнего союза и падением Саурона. Маги это представители высших сил, которые ограничены своих возможностей, хотя они у них, конечно, довольно-таки большие, но старающиеся благодаря хотя бы своему бессмертию, благодаря чему в общем-то это их мудрость и опыт накапливаются веками, все-таки способствовать единению светлых сил в борьбе с тьмой. Ну, а конфликты между так называемыми свободными народами, например, между эльфами, гномами, людьми и гномами, между человеческими народами случались, и Светлый Совет стремился их преодолеть, ну, и обеспечить все-таки единение противодействия темным силам. Ну, и Гэндальф не был главой Светлого Совета. Это из расчета последующих событий кажется довольно-таки странным, его позиция наиболее последовательна, но это делает его образ наиболее реалистичным, наиболее живым. Да, он в какой-то момент может недостаточно верить в свои силы, ему присуща скромность, безусловно, он стремится не возбуждать конфликтов. Ну, и, собственно, облик серого мага, вот избранный им цвет, вот это подчеркивает, он не блистателен, он скромен, он готов остаться за кадром, и он не стремится к овладению властью. Вот первое его столкновение с кольцом всевластия, это ярко показывает, он отказывается даже взять его в руки, понимая, что с этим соблазном ему не собладать, и он вынужден поручить миссию уничтожения кольца Фрода, просто по той причине, что он знает предел своих сил, он знает, что его соблазн настигнет намного раньше, его тяга помочь всем живущим, его стремление к милосердию справедливости здесь возобладает. Это, конечно, очень теловечная черта, и она в образе Гэндальфа нам весьма импонирует. Мы посмотрим с вами работы Ангуса Макбрайда, довольно известного иллюстратора Толкина, но вот здесь вот именно образы романа, как он их видел и стремился воссоздать, вот в таком графическом варианте. Гэндальфа мы тоже видим на пути восхождения и преображения из вот этого серого странника, покровителя хоббитов, собственно говоря, именно покровительствуя хоббитов, хоббитам и вообще слабым народом, низкорослым народом, тем же изгнальником-гномом, чьими проблемами он всерьез занимался и что побудило, в общем-то, ему инициировать события повести хоббит, и привлечь к этим событиям хоббитов именно с тем, чтобы среди них, как об этом говорит Гэндальф сам, в пути на аэробор, это малоизвестное произведение Толкиена, дать им некоего лидера, который впоследствии мог бы их возглавить в период грядущего наступления темных сил. Сложилась ситуация несколько иначе. Ну, вот другие работы Ангуса на Дубрайле, скорее уже по мотивам вот эти диноколицы, но некоторые по мотивам, некоторые непосредственно отражают события. Его конфликт с Руманом это решающий момент в образе Гэндальфа, который он берет на себя всю ответственность за победу светлых сил, за их успех в противостоянии в теме, когда оказывается, что в самом светлом совете появились силы, неспособные вести борьбу и стремящиеся к капитуляции. И дальше Гэндальф идет по этому пути, превращаясь из серого странника в белого мага, верховного мага. Он противостоит королю Чародею, как мы это видели на предыдущей иллюстрации у Макбрайда, он противостоит Савману и побеждает его, он противостоит Барлагу, собственно говоря, в битве с которым он преображается и вынужденно оставив, так сказать, своих соратников, но возвращается к ним, чтобы возглавить уже не только отряд хранителей, но и все светлые силы Средиземья. он обеспечивает двум праздным народам Рохану и Гондору объединение их сил в борьбе с тьмой, в общем-то, решение проблемы их элиты, их главенства, исцеление в данном случае короля Теодена и противостояние наместнику Денетору, ну и обеспечение, в общем-то, спасения его наследников Арамир. Он в конечном итоге возводит Арагорна на Бондорский престол. И он оставляет Средиземья, потому что в дальнейшем можно было бы говорить о том, что в руки Гэндальфа, как главы победоносных сил, приходит власть на Средиземье. Но именно к ней он не стремится. Он был врагом Саурона, и он, решив эту проблему, избавив Средиземье от тьмы, завершает свою миссию и возвращается на свою родину за пределами этого мира. А вот нам уже приходилось раньше знакомиться с иллюстрациями польской художницы Катаджины Хмель, главным героем которой был Барамир, а вот Каталина Эйсман она сделала главным героем Фарамира. Мы увидим его тут чаще других персонажей на ее иллюстрации. У Долкиена было и остается целый ряд обвинителей в том, что его роман черно-белый. Вот есть светлые силы, темные силы и между ними граница по фарватеру реки Андуин, как писал Кирилл Искок в свое время. На самом деле это не так. В его образах смешиваются добро и зло, свет и тьма. Это видно, например, на образах тех же правителей Теодена и Денетора, в образах спутников Фрода, тех, кто встретился ему на пути и прошел часть пути вместе с ним Барамира и Фарамира в частности. Образы Барамира и Фарамира это вот такие образы боевых офицеров, этакие персонажи эпохи мировых войн ярко выраженные, но между ними есть серьезная разница. Знаете, у нас сейчас очень любят слово профессионал. Профессионализм это якобы высшая характеристика для человека, для его деятельности. На самом деле профессионализм это только позиция, с которой деятельность осуществляется. Бывают случаи в истории, особенно в случае в литературе, когда дилетант оказывается выше профессионала. Ну вот известный сюжет Моцарта и Сальери. Сальери профессионал, гениальный профессионал, создатель венской музыкальной школы. И Моцарт великий дилетант, с которым и сравнить некого, потому что он один такой. Ну вот Барамир и Фарамир тоже нечто в этом ключе. Барамир безусловно эпический герой. Его путь, его странствие, которое вообще-то остается за кадром, его путешествие в раздолг из Гондора, когда он пересекает фактически все среди земли, земли разоренные, земли не обжатые, его путешествие вместе с Фродо, его героическая гибель, его погребение, вот как раз у нас здесь этот эпизод появляется. На иллюстрации Катарина Эйсман, ну вот опять-таки Денетор и Фарамир у нас здесь на иллюстрации. Это исцеление Фарамира, Горман надо полагать. Ну а так, ну я говорю все-таки оборонили вот его гибель. Он образ профессионала, он прекрасный военачальник, он твердо знает свою боевую задачу. И он совершенно не понимает почему стоит пренебречь кольцом власти. Это самое мощное оружие существующее в мире. Для разгрома врага его нужно пустить в ход. Фарамир, точнее Фарамир, его брат, он человек не военного склада, хотя как и все люди его круга, его поколения вынуждены взять в руки оружие. Он человек творческий, он в какой-то степени ученик Гэндальфа, и он умеет видеть шире профессионализма. Это талантливый, может быть, даже гениальный дилетант. Его устами Толкиен знакомит Фродо и Сэма, и читатели вместе с ним из истории Гондора, истории Средиземья, прокладывает, как и через образ Гэндальфа, мостик в более ранней эпохе. показывает здесь что, в общем-то, к чему, как сложилась данная ситуация, что из себя представляет Гондор, последняя надежда светлых сил. И он понимает, почему нельзя применить кольцо власти. Он знает историю своего народа, он помнит о падении Нуменора, он помнит о соблазне, соблазне силы и власти, путь в благих целях, но погубившего великую державу его отдаленных предков, традиции, которой, в общем-то, Гондор блюдет свято, и сам Фарамир тоже один из носителей этой традиции. Но, скажем так, именно в образе Фарамира показано то, что любая традиция, если ее придерживаться, скажем так, согласно буквы, а не духа, традиция вырождается и превращается в прямую себе противоположность. Через Фарамира происходит обновление Гондора, так же, как и через Арагор, здесь его вот такая вот какой-то момент, в начальный момент такая прозаическая, но и многообещающая в то же время любовь с Элвин, их брак, в котором открывается новое будущее для людей этого мира, в котором традиции разных народов, традиции древнего Номинора и традиции вольных коневодов со своей исторической глубиной, но все-таки другие по своей природе объединяются и дают начало новой эпохи, новой жизни мира, обновлению древних традиций обоих народов. То есть еще один штрих, еще одна нить к уплотнению связи былого и грядущего, что особенно было важно для Толкиена. Вот такие разноплановые образы в его романе присутствуют. Ну и не только светлые персонажи могут становиться жертвами соблазна со стороны зла, как например Теоден в какой-то момент, Денетор, что приводит его к гибели, Барамир то же самое, ну а Фарамир соблазн преодолевает, но тяжелый цедной, так же как и тоже самое с ним происходит, что и с Фродо. В общем-то он должен заплатить за свое мужество преодоление вражеского соблазна, преодоление соблазна власти. Есть и силы которые наоборот приходят поддержать светлые силы со стороны. Никто не ожидал появления уорнов на поле ухельмовой крии. Никто не ожидал войска мертвых, которая освободила во главе с Арагорном Пеларгир. Ну на поле Пельнорской битвы, как в фильме «Властелин», колец в романе оно не появляется, решающую битву люди выигрывают своими силами без привлечения магической мощи. Это касается и горлума носителя, хранителя кольца власти, предшествовавшего Бильбо и Фродо. Этот образ в «Хоббите» связан с Грэндолем, одним из самых известных художественных произведений германской культуры эпохи раннего Средневековья. Ну посмотрим, мы уже практически, я смотрю, всех художников пересмотрели. вот давайте опять Эдельфельда. А, вот мы еще Сергея Викторова не смотрели, у него такие любопытные иллюстрации в средневековом духе. Во Властелине Колец Горлум появляется вновь. Это персонаж, который служит как бы зеркалом для Фродо. Это темное зеркало, в котором Фродо видит себя как вот этого самого Властелина Колец. Если бы не было Горлума, Фродо может быть не осознавал бы той опасности, которой он подвергается. Если бы не было Горлума, он не противостоял бы так мощно, с таким напряжением этой силы. Горлум это осело, на котором испытывается милосердие Фродо и Дейсэма тоже, хотя именно Сэм дает здесь слабину, которая в итоге приводит, чуть не приводит хранителей к катастрофе, заводит их в тупик в логове Шевы. этот путь милосердия оказывается очень сложным путем. Следовать ему не так просто, как кажется. Горлум не дает Фродо ожесточиться, хотя, казалось бы, самое злобное и самое ничтожное существо, которое можно себе представить перед нами. Но Фродо вынужден идти вместе с ним и вынужден думать все-таки о милосердии в первую очередь, а не о справедливости. Как говорит ему Гендель в свои знаменитые слова, «Ты не можешь ждать жизнь всем тем, кто погибает, так не спеши и обрекать на смерти». Даже в гарнире войны должно помнить о добре и о милосердии, и только тот, кто идет этим путем, тот и побеждает. Собственно, в Властелине Кольца намечаются два пути победы. Победа военная и победа моральная. Победа, которую одерживают Арагор и Гендельф и победа, которую одерживают Фродо и Ценн. Но обе эти идеи, победа фактическая и победа моральная, пересекаются, безусловно, и одна без другой невозможна. Здесь выходит на первый план коллективный герой Средиземья. А Толкин нечасто говорят, что случается, по крайней мере, слышать такое мнение, что в его произведениях горы и леса обладают большей индивидуальностью, чем персонажи. Толкин мастер создания мира, мастер создания коллективных образов. Во Властелине колец множество мелких, скажем так, малозначительных персонажей, принадлежащих к очень разным народам, которые говорят всего, скажем, несколько фраз, но так или иначе умеют при этом представить свою роль и представить свой культурный тип, свою культурную традицию, которую они отражают. Ну вот, например, предводитель племени Друадан Хан-Бурик-Хан такой вот дикарь, от которого, тем не менее, зависит возможность Роханского войска кратчайшим путем пройти, не вступая в бой с основными силами мордороками на стериту, представитель маленького народа, который волею судеб был отброшен в результате многочисленных войн на периферии истории Средиземья, выброшен из этой истории, но вот от него многое зависит. И он играет свою роль по своей доброй воле тем, кто, в общем-то, никогда не был ему друзьями, оказывая непосредственную помощь с тем, чтобы прийти к общей победе. Он осознает необходимость этой победы, необходимость этой поддержки. Вот такая эпизодическая роль о многом она говорит. И, так или иначе, поскольку роман писался, властей то обстоятельство, что это писатель XX века, как может быть мало кто из писателей нашей эпохи выразил глубинное чай для своего столетия в сопоставлении с длительной исторической традицией, в сопоставлении с традицией доставшихся наследий от прошлого, не порывая с ней кардинальным путем, не идя по пути постмодернизма или модернизма, открывая что-то принципиально новое и отрекаясь от связи с предыдущим, а наоборот, упрочняя эту связь, Толкиен, конечно, обращается к образу коллективного героя. И этот образ очень яр. В сущности, тот путь, который проходят Фродо и Сэм, который проходят Гэндальф и Легалас, представители двух народов, чья судьба в общем-то складывалась зачастую и конфликтно, но которые так или иначе находят общий язык, может быть, впервые в истории своих народов. Так же, как Барамир и Фарамир, которые каждый своим путем идут к победе и помогают этой победе достичь. Все народы Средиземья, эти многотысячные войнства, идут этой дорогой и ее проходят. Эта идея присутствует на страницах романа, он не замыкается на отдельных героев, о которых мы с вами здесь говорили. Но среди вот этих многочисленных персонажей, которые возникают эпизодически, то возникают, то исчезают на страницах романа, стоит упомянуть еще двух членов Светлого Совета, это Галадриэль и Сарумана. Образ Галадриэля это образ присутствующий в целом ряде и художественных и квазихудожественных произведений Толкина, ну например существует эссе о Галадриэле и Келегорне и оброте королела Риэна, повествующие об истории Средиземья во второй и первой половине третьей эпох, о многих моментах не отраженных. Известных художественных произведений Образ Галадриэля встречается и в различных эпизодах Сильма Риллиона. Собственно говоря, когда речь идет об эльфах, у нас заходила об этом речь и даже вылилась в такую небольшую дискуссию, когда была наша встреча посвящена этому вопросу. В образах эльфа у Толкина отражен соблазн красоты. Соблазн предпочесть красоту, справедливости и милосердию. Именно красоту поставить как основное содержание добра. Этого соблазна эльфы не выдерживают, они прибегают для собережения красоты к запретным силам. Ну, что, в общем-то, осуществили Феонор и Келебрин. А вот образ Галадриэля и ее брата Финрода это образы преодолевающие этот соблазн. Это искупитель. Так же, как Фродо искупает соблазн всевластия, то же самое, по сути, делают Финрод и Галадриэль своей деятельности. Они прокладывают мост между краткоживучими смертными и бессмертным эльфийским народом. Между эльфами с одной стороны и гномами и людьми с другой. Они, в общем-то, посвящают этому жизнь. Галадриэль могла бы покинуть Средиземье в конце, видимо, первой эпохи, когда завершаются войны камней. когда большинство ее сородичей эльфов Нольдар, поднявших мятеж и отправившихся с благословенного запада в Средиземье, чтобы уничтожить Мелькора и отобрать у него Сильмарилы, отомстить ему за своего короля. Она не возвращается. Это можно связать и с желанием отомстить лично Саурону за гибель своего брата Финрода. Это можно связать и с надеждой освободить земли Средиземья от власти злых сил вообще. Дело в том, что вся последующая история это противостояние Саурона и эльфов. Ему удалось создать кольцо всевласти, опять-таки используя соблазненность эльфов, соблазненность Келебримбера, непосредственного подданного и соседа Галадриэля, они вместе жили в регионе, идеей создания колец, охраняющих мир и охраняющих красоту. И используя эту идею, Саурон в итоге создает кольцо всевласти. Галадриэли приходится в этой своей борьбе прибегать к помощи и гномов, и людей. Собственно говоря, благодаря ей гномы вступили в регионскую войну и помогли защитить эльфов от нашествия Саурона, хотя Келебримбер и большинство его сподвижников погибли. Галадриэль становится обладательницей кольца воды Нэния, одного из эльфийских колец, которое дает провидение. Она одна из создателей Светлого Совета, и она, что нам известно о ее деятельности, поддерживала именно кандидатуру Гэндольфа как главы Светлого Совета, нам видимо это дар провидения сказался и сказалось понимание ей обязанности Светлого Совета как не концентрации власти в своих руках, а как наоборот поддержки тех, кто этой властью, этими могучими силами не обладает. Вот как Гэндольф заботится о гномах и хоббитах, то же самое свойственно и Галадриэль, в этом они находят общий язык. Галадриэль принимает хранителей в Лариэль и благословляет их путь. Ее благословение дает им поддержку и дает в общем-то критическое развязание назревающих проблем. В какой-то степени именно Галадриэль пробуждает беспокойство в душе Баромира, тем самым впоследствии обостряя конфликт вокруг кольца власти. Представьте чего Баромир все-таки идет на обострение этого конфликта где-то преждевременно. Может быть он мог бы выносить замысел захватить кольцо власти, когда оно прибудет в Гондор. Нет, он идет на открытую выступление против Фрода и в итоге все-таки погибает с честью, потому что оказывается в ходе этого же выступления они способны отобрать кольцо в общем-то в открытую и в наглую как говорится. Он все-таки благородный герой. Это опять-таки вот таким своеобразным образом сказывается влияние и благословение Галадриэль. Зачастую благословение бывает тяжелым, бывает и смертоносным в какой-то степени. За страницами самого романа, это всего в нескольких строках отражено, показано вступление эльфов в войну на стороне светлых сил. Они помогают защитить Рохан от нашествия кочевников с востока, объединившись вместе с эльфами и затем освобождают осажденную темными силами одинокую гору, окончательно уничтожая логово Назгула в Дулгулдуле. Эльфы последний раз вступают в войну и в итоге Галадриэль и Элронд покидают Средиземье, возвращаясь, что касается Галадриэля, на свою Родину. И это финал эльфийской традиции, финал эльфийской культуры, их устремлений утвердить в мире красоту любой ценой. Но в общем-то если люди унаследовали от эльфов соблазн, они унаследовали от эльфов и тягу к красоте. Ну а эльфы все-таки постигают через образ Галадриэля доброту, милосердие и справедливость. Вот что, на мой взгляд, стоит за этим образом. Ну и последнее, что я хочу сказать, это негативный образ. Мы уже неоднократно говорили об образе Сарумана. В историческом ключе, я думаю, именно этот образ наиболее ну вот давайте Асушнамана постоянно пытается себя навязать. Вернемся к этому образу здесь на иллюстрации у Элдера. Этот образ наиболее, на мой взгляд, близок к образу Гитлера. Толкин писал о своей личной неприязни к этому краснорожьему невеждишке, который избратил и предал проклятию великую нордическую культуру своими действиями. Саруман это светлый маг, которому дано многое, который поставлен во главе Светлого Совета. Это носитель мощной культурной традиции и обладатель высокой власти. Это мудрец, который многое постиг. В общем-то он знает об истории Средиземья больше, Гэндальф. Он собственно говоря с этим Гэндальф сталкивается и это он признает, что ему нужен бывает Саруман и как судьбу кольца Саруман проник глубже, чем Гэндальф, но вот судьба приводит все-таки кольцо Гэндальфу. Просто потому, что в силу его позиции, в силу его активной позиции он не исследователь, он тот, кто заботится о слабых и обездоленных и побуждает светлые силы к активной деятельности. И вот именно эта активная деятельность выносит кольцо всевласти на поверхность. Саруман пытался достичь кольца, он стремился к его обладанию и путем тайных исследований. Вот этот путь был долгим и в какой-то степени успешным, но к завершению он не привел. Саруман, я уже говорил о ситуации, которая, видимо, привела его к союзу с орками, создает собственную породу сверхорков, таких сверхчеловек. Да, они вызывают даже где-то определенную симпатию своей храбростью, своей силой. мы опять-таки можем вспомнить слова из переписки Толкиена. Я здесь могу и процитировать непосредственно, но лучше скажу по памяти, мы не осознаем, насколько опасный враг нам противостоит в лице немцев, потому что они наделены многими добродетелями. Добродетели повиновения, дисциплины, отваги, то, чего решены мы, а это именно добродетели. Вот во главе этого бойства стоит Саруман, он его создает. Наконец, захватив Хабитанию, он устанавливает здесь фашистские порядки. Захват Хабитания осуществляется именно при поддержке местной буржуазии. Фактически, так сказать, монополизируют царапель бэггинцы монополизируют всю хозяйственную деятельность и торговлю в Хабитании и приводят сюда Сарумана со своими приспешниками. Образ фашизма наиболее полно воплощен в образе Сарумана. Величие и мощь, с одной стороны, но величие, которое развенчано, для которого остается только ничтожество, и мощь, которая рассыпается, когда ей противостоят силы добра. хотя бы даже в лице вооруженных, чем попало Хоббитов и Фрода, бывшего обладателя кольца, который уже кольца лишился, но, по словам самого Саурона, очень сильно вырос за это время. Ну и сам образ кольца, которое присутствует в названии романа. Что такое кольцо власти? Это образ соблазна, соблазна весьма многогранного. Для 20 века эта идея вообще очень характерна, а для нашего времени тем более, когда существуют совершенно реальные средства к власти над всем миром, информационные, экономические, энергетические, власти над многими народами, власти не какого-нибудь там древнего или средневекового тирана в стенах одной крепости, а к власти над всем обитаемым пространством. Это соблазн мощного оружия, соблазн которому подвергся баромир, с которым можно разрешить любые задачи военные. Это соблазн войны по правилам, овладев кольцом всевластия, стать вровень самим темным властелином и бросить ему вызов. Образ такой мемопозитивный образ войны, образ такой войны благородной, европейской, цивилизованной. Фактически когда Фродо надевает кольцо, он в каком-то смысле это бросает этот вызов Саурону, слетается Гарьяра Друин Назбулы, он практически бросает вызов темному властелину, но это тоже соблазн и это тоже ложь. Это ложь, на которую не сумел не попасть Гэндальф. Вот этот образ лжи, этот образ абсолютной власти, этот образ большого соблазна, он соблазн именно нашей эпохи воплощен в романе «Властелин колец», но в то же время это и образ абсолютного зла, образ абсолютного зла хорошо известный еще по христианской традиции. Здесь опять-таки мы видим как традиционная культура и современная культура, современная традиция соединяются в творчестве Толкиена и через него приобретают новую жизнь, новое воплощение соединяя былое с грядущим. Ну вот, собственно говоря, это то, о чем я хотел с вами поговорить на нашей заключительной лекции в том смысле, которая касается творчества Толкина, его творческого пути, его образов, его разнообразных произведений, мира, созданного им. Ну и у нас остается еще одна встреча, в которой речь пойдет о современном понимании его творчества, о его социальном влиянии в 20-м веке, во второй половине 20-го века и в наши дни. Надо напомнить только, что в нынешнем и следующем году фактически мы отмечаем полувековой юбилей выхода, первого выхода в свет трех романов, объединенных под общим названием «Властелин колец». Ну и, собственно говоря, этому юбилею наш лекционный курс и посвящен. фактичжен и лекционный бокс O Продолжение следует...